Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь на винтажной ярмарке, или это называется Винтаж Маркет. Проходит он у нас в Канаде, в городе Миссисага. Когда-то он был в Торонто, происходил до ковида, потом его закрыли, в общем, и теперь уже открыли его в Миссисаге. Для девочки, которые живут в Торонто, я постараюсь оставить адрес и вообще координаты того места, где это все происходит. Происходит это обычно два раза в месяц, один-два раза в месяц, иногда чаще. Это просто такое большое-большое какое-то бывшее складское помещение или что-то такое, и два раза в месяц по воскресеньям они устраивают там вот эту выставку, не выставку, вернее, а винтажный маркет. Постараюсь, если не забуду, и постараюсь найти, потому что я слежу в Инстаграме за их аккаунтом и зайду, в общем, постараюсь не забыть. Значит, я туда приехала, они открываются в 9 часов, вы пока смотрите, я вот вам показываю, перебираю и буду потихонечку рассказывать. Наверное, в какой-то момент я прекращу просто болтать, включу какую-нибудь музычку легкую, чтобы вы рассматривали все это вместе со мной, просто потому что, ну, что тут скажешь, вы сами, наверное, уже все видите. Кстати, буду показывать цены на некоторые, вот видите, некоторые вещи лежат без цен, то есть цены нету, цены надо спрашивать у хозяина-продавца. И не всегда это удобно, потому что иногда стоит кто-то за прилавком, вот в данном случае, вот, например, за этим прилавком стояла женщина, и она сказала, что она просто так все это тут охраняет, продавец отошел, она сейчас придет, вернется, и, в общем, короче, она знает цену, а я цену не знаю, и получается, что ты, как бы, без толку все это рассматриваешь, потому что без цен это все, как бы, не имеет смысла. Но вещи бесподобно красивые, как вы видите, каждая вещь просто великолепная, необыкновенная, и просто, просто какое-то чудо. Вот этот браслет мне очень понравился, кстати, когда я вернулась потом к этому стенду, браслета уже не было. Цены у них очень высокие, вот, на все абсолютно, потому что у них какая-то вот, там, ну, в общем, она там что-то продает, говорит, что это Джулиана, на самом деле, я по моему понятию не особо уж это и Джулиана, но, неважно. Короче, вы смотрите пока, я буду продолжать рассказывать, значит, открываются марки, по-моему, в 9 часов, или, да, в 9, я приехала туда в 11, это от меня минут 20 езды, довольно близко, и к 11 часам там на парковке не было вообще ни одного свободного места, парковка огромная, но места уже не было, значит, и они, зная это, у них по соседству есть какая-то, там, какой-то заводик небольшой, какая-то компания, которая в воскресенье, естественно, там никто не работает, поэтому они, нет людей, никто не паркуется, и поэтому они как бы договорились с этой компанией, что людей, которые вот приезжают на этот маркет, если можно парковаться на паркинге этой компании, и это, в принципе, ну, 2 минуты потом нужно пройти, чтобы дойти до самого здания, где происходит вот этот вот маркет. Это я просто к тому говорю, что людей там было видимо-невидимо, просто видимо-невидимо. Если вы вообще сомневаетесь о том, насколько популярен винтаж, и насколько это как бы востребован винтаж, то вот я вам просто это говорю, что я так еще на расслабоне, подумала, что-то я приеду, часам к 11, в общем, я офигела, когда я увидела, что места на парковке уже нету. Значит, кстати, некоторые вещи я увидела, вот у меня есть вот, типа вот эта брошь там одна лежит, вот такая вот за 25 долларов, я ее в церкви находила за где-то, ну, наверное, за пятерочку. Значит, что хочу сказать, цены разные на очень дорогие изделия, допустим, там, типа Шерман, или какие-то такие, знаете, бренды, та же Джулиана, это сотни долларов, это может быть и 400 долларов за набор, или 150 долларов за брошь, в общем, цены такие же, как на ebay примерно, но на, вот, кстати, сумочки там были винтажные, да, хочу сказать, что там была посуда, и сумки, и украшения, одежда какая-то, и очень много каких-то старых пластинок, в общем, все-все-все, но я снимала, так сказать, то есть, area моих интересов, вот эти прекрасные бокалы, очень красивый пустар был, много чего, но я снимала основные украшения, и вот немножко посуды, немножко чашек, статуэтки, в общем, все-все-все, вот такие вот развалы просто всего, просто стоишь, ковыряешься, все по 5 долларов, в общем, очень-очень много всего потрясающе интересного и красивого, вот как вы видите, и поэтому, да, в общем, я, честно говоря, вот видите, вот эти клипсы, шикарные клипсы, 12 долларов, были стенды, где были вещи не очень дорогие, вот я пытаюсь показывать, видите, 15 долларов брошь, я пытаюсь показывать вам цены, были вещи очень дорогие, и, ну, как я уже сказала, вот, ну, брендовые джулиана, а вот такие вещи, например, как вот это вот колье и клипсы, это набор с зелеными камнями, это кора, стоили 24 доллара, что, в общем-то, честно говоря, видите, там концевичок такой, что видно, что это кора и клипсы, это набор, я не думаю, что в секунде я бы такое купила дешевле, вот что я хочу сказать, что я кое-что купила, я сниму отдельно видео потом вам, что я купила, в общем, мне хотелось купить абсолютно все, но это невозможно, я и так с трудом себя утащила из этого места, перемещаясь со скоростью 100 долларов в час примерно, вот, я хочу вот что сказать, что здесь, допустим, за 20, 15, 20, 25 долларов можно купить очень красивую винтажную, шикарную брошь, которая еще и маркирована, но обычно за эти деньги редко встречаются маркированные вещи, как правило, маркированные вещи немножко подороже, но преимущество перед секундом заключается в том, что здесь все абсолютно чистое, вымотое, все камушки на месте, ну, 95% я там показывала одну брошь, которую продавали без камня повывали, вот этот браслет я не взяла, очень жалею, кстати. Теперь, смотря на видео, я вообще очень много чего жалею, что не взяла, но, опять же, повторюсь, невозможно было, по-моему, вот 18 долларов этот набор клипсы и брошь. 15 долларов, вот такая брошь очень старая, очень винтажная. Что хочу сказать, что вот в наше время, в тех секундах, в которых я покупаю, вещи продаются, ну, практически по таким же ценам, то есть, если здесь, допустим, брошь будет стоить 15-12 долларов, то некоторые из них в секунде, наверное, могут стоить и 20 долларов, и 25, понимаете, здесь даже некоторые вещи были дешевле. Вот такая брошь, например, я, кстати, ее купила, она стоила 15 долларов, я думаю, что в секунде она бы лежала долларов за 20-25, 100 процентов. Хотя она не маркирована, но абсолютно точно 100 процентов винтажная и бесподобна красоты, конечно. В общем, вот такая брошь, кстати, у меня есть, но я не нашла, ну, здесь не было на ней цены, мне было бы интересно. Ну, вот вы понимаете, что выбрать что-то абсолютно невозможно, потому что такое разнообразие всего, причем вы проходите по ряду, вы видите какие-то вещи, потом вы идете дальше, вы уже просто забываете, где вы что видели, вы снова походите, в общем, я сделала там где-то 3-4 круга, потому что я что-то находила, потом возвращалась, я не хотела сразу покупать. Вот этот потрясающий был, конечно, прилавок, здесь были все очень красивые вещи, очень дорогие, по-моему, здесь был Шерман, я не помню, попалась ли у меня цена, где-то сняла или я цену, но, как вы видите, потрясающей красоты изделия, просто редчайшие, просто невероятной красоты, но очень дешевые. Так вот, что я хочу сказать, что никак, если вы туда поедете, девочки, не покупайте сразу, например, одну брошь, которую я купила, по-моему, за 15 долларов или за 20 долларов, я когда подошла, там даже вот такие вот стенды стояли на улице, и вот та брошь, которую я купила, маркированная брошь, по-моему, вот здесь вот, видите, вот это колье Шермана, но я не вижу сколько, но вы видели, там довольно большая цена. Вот этот прилавок, по-моему, тоже там было все Шерман. А может и нет, девочки, если честно, я уже не помню, что-то говорю, сама не помню, что. Так вот, такая же брошь, которую я купила внутри уже потом, за, по-моему, 20 или 25, у входа на прилавке лежала за 35. Баркированная брошь, по-моему, 40 вон три или Моне, я не помню точно. Ну, в общем, покажу вам. Но, то есть вы подходите сразу, там стоял стол, у входа стояла женщина, продавала кучу брошей разных, я чуть там не нахватала, а потом здравый смысл во мне, так сказать, заговорила, я сказала, что зайди внутрь и посмотри внутри, какие цены, что почем, что вообще есть, и вот, видите, какие цены. Вот Шерман лежат клипсы, вот у них было все Шерман. Я не вижу, видите ли вы цены, но здесь все сотни, сотни, сотни. Я так быстро показываю, наверное, не видно, но... Может быть, я замедлю немножко съемку, посмотрю. Так вот, не покупайте сразу, зайдите внутрь, оглядитесь, посмотрите. Если кто-то купит эту вещь, ну, значит, ушла-ушла. То есть, как бы, чтобы вы не жалели потом о том, что вы купили дороже на 10-15 долларов, переплатили. Кстати, в отличие от Секонда, здесь можно торговаться. То есть, если вы покупаете, допустим, две вещи, которые каждая стоит 15, вы никогда в жизни не будете платить 30 долларов, вы заплатили 25, это 100%. За любую вещь, если вы покупаете несколько вещей, вы можете торговаться, и вам 5-10 долларов точно скинут абсолютно с общей суммы. Так что, в принципе, вот так. Единственное неудобство, что они, конечно, все принимают только наличку, никаких кредитных карточек. Там есть машина, где можно снять наличные деньги. Это стоит 3 доллара, по-моему. Ну, частный автомат, не от банка, а банкомат такой частный, где вы платите за каждый раз, когда вы снимаете деньги. Вот учтите это. Если вы туда поедете, обращаюсь, опять же, к девочкам, которые живут в Торонто. Везите с собой много налички, потому что вот я взяла с собой деньги, но мне не хватило. Пришлось пойти снять, 3 доллара заплатила, это не такие уж большие деньги. Просто говорю вам, зачем, если вы как бы поедете туда. Я взяла с собой небольшую сумму. Почему-то у меня было такое... Мне почему-то казалось, что ничего я там особо не куплю, потому что все будет очень дорого. Вот бесподобный совершенно набор. Клипсы и браслет. Я даже не знаю, по-моему, это пекинское стекло. Почему я его не купила, тоже смотрю и думаю, господи, такой красивый. В общем, ну вот такие вот, вот такие маленькие. Видите, здесь какая-то была маркировка, я не помню. Ну вот такие маленькие броши, даже с маркировкой. Не вижу. Можно там купить долларов за 20, например. Все чистое, все отмытое, причем 100% гарантия, что это... Ну не 100%, а скажем так, 95% того, что это действительно винтаж, а не какая-то подстава китайская. И вещи, ну как бы сказать, проверенные, да. Но все равно надо включать голову, потому что там есть люди, которые продают, и как я уже сказала, у них все Джулиана. И за Джулиану они хотят сумасшедших денег. На самом деле даже я с моим уж не таким большим знанием, так сказать, винтажа, усомнилась в том, что это на самом деле настоящая Джулиана. Вот. Но так что поэтому надо смотреть, конечно, включать голову и, конечно же, не кидаться на первый попавшийся стол и не покупать все подряд, а зайти внутрь, пройтись, обойти все, все рассмотреть как следует. И торговаться обязательно, не соглашайтесь на цену. Даже если вам говорят, что у вас как бы, что это и так хорошая цена, ну, знаете, есть всякие, можно придумать трюки. Триаж, вот брошь. Например, 45 долларов с вас просят и говорят, или 40 долларов и говорят, что все, это конечная цена. А вы демонстративно влезете в кошелек, достаете 35 и говорите, ой, а у меня больше нету. Что же делать? И продавец, я вас уверяю на 100%, что он скажет, хорошо, давайте мне 35 долларов и с этим-то как бы тоже согласится. А это, знаете, может быть, я не знаю с физической точки зрения, насколько это правильно или нет, но поверьте мне, никто не остается в накладе на этих маркетах. Они не покупают эти вещи там, где покупаю их я. Они вообще, они где-то ездят по каким-то развалам, какие-то стейт-сейлы. Они вот каждую вот эту брошь, которую они продают, даже за 10-15 долларов, они купили ее за доллар, за два. Поверьте мне, они знают места, они ездят в какие-то, ну, такие, в глубинку, где ходят по каким-то домам у каких-то бабушек, там скупают это, и, в общем, совсем-совсем дешево. То есть, если они вам продают это за 15 долларов, то самое дорогое, что они отдали за эту брошь, это 3-5 долларов, самое большое. Так что они в любом случае остаются не в накладе. Если вы скинете 5 долларов с трех брошек, которые вы купили, они все равно будут в прибыли. Если бы это не было им выгодно, они бы не соглашались на это. Естественно, вы понимаете, да? Ну вот, смотрим, смотрим. Как вы видите, вот такая невероятная красота. Я застряла за этим прилавком и что-то выбирала, рассматривала. В общем, в некоторых местах я реально застревала. Вот, пожалуйста, Шерман 200 долларов. Вот такое вот колье, оно необыкновенное, красивое, но это вот цена. Цена. Почему-то у меня сплошной Шерман тут сегодня. Вот как-то было очень много изделий от Шермана. Очень дорогих. В принципе, вещи как бы очень разнообразные. То есть, ну, все, все что угодно. Вот сколько стоила эта брошь? Я не помню, по-моему, 20 долларов или 25. Потому что в нашем секунде я видела такую же, по-моему, тоже за те же деньги. Но опять же, повторюсь, здесь все вымытое, помытое, чистенькое. И вы можете торговаться с ними. Они с удовольствием с вами будут вести торговлю. Потому что, как вы видите, вот 22 доллара. Вот такая вот шикарная брошь. Как вы видите, всего очень-очень-очень много. Люди покупают. Покупают, конечно же. Я не могу сказать, что они покупали. И при мне многие покупали. И, в общем... Но... Цены, конечно, завышены изначально. Для того, чтобы человек, который придет покупать, он, значит, немножко захочет... Вот, например, 22 доллара брошь, вы, конечно, ее купите за 22. Два доллара вам скинут. Это как запросто. А вот в секундах, в которых я тусуюсь, так скажем, там такого нет. Там цена-цена. Там никакой торговли, никаких скидок. Ну, в общем, вы понимаете, что я не ушла пустая. Я запишу видео с показом того, что я купила. Я не могу сказать, что я купила очень много. Потому что вот кажется, что там 20 долларов, там 15, там 22. Но, в общем, в результате получается довольно круглая сумма на выходе. Поэтому в какой-то момент я себя взяла за шкирку и просто оттуда ушла. Потому что я уже как бы поняла, что я разорила бюджет семейный. Выбрать... Вот вы видите, вот... Вот выбрать, как можно выбрать, что купить. Вот если я... Единственное, что меня останавливает, это цена. Например, я не покупала за 50 долларов. Ничего, самая дорогая покупка, наверное, была долларов за 25. Если я прихожу в секунд и долго-долго ковыряюсь там, и ищу, и среди кучи хлама действительно нахожу что-то похожее, даже близко на это, это уже у меня большая удача. Здесь получается, что вы просто вот попадаете в... Это вот знаете, как сидит рыбак и ловит рыбу, и сидит часами, очень долго пытается ее поймать. И на самом деле он ничего, так сказать, словит одну рыбу в час, и тут он приходит в магазин, где полно любой рыбы. Или грибник, который ищет, ищет, ищет грибы, ходит по лесу, ковыряется, ковыряется, ищет. Нашел там три гриба, а потом он приходит в магазин, и любые грибы, какие хочешь, не очень-то задорого, а огромный выбор он может купить. Вы понимаете, что это примерно вот то же самое. Поэтому вот я хочу сказать, что я вот примерно так же себя ощущала. Я уже очень много наговорила, и я, наверное, поставлю снова куски видео. Или где-то растяну как бы это видео, потому что я уже говорю, и вижу, что видео закончилось. Может быть, я по второму кругу пойду, и вы еще раз посмотрите на эту красоту. Я думаю, что вы будете на меня не в обиде. Вот такая вот ярмарка, девочки. Я обязательно постараюсь найти адрес. А на сегодня все. Всех люблю. Целую. С вами Владислава из Канады. Всем пока. Бай-бай. Продолжение следует...